Много пишут о том, что вы в 4 года решили, выбрали профессию, решили, что вы будете на сцене и вас вдохновила красная шапочка в исполнении Яны Поплавской. Да. Это правда, да? Да. А вы с самой Поплавской не знакомы? Нет, к сожалению, я не знакома, но я бы хотела ей сказать огромное спасибо, потому что действительно, когда мне было 4 года, только не смейтесь, пожалуйста, потому что может показаться, что это абсолютно возраст, когда нельзя... Хорошо, я буду очень мрачным, рассказывайте об этом, я сосредоточусь, давайте. Нет, 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 просто кажется, что это такой очень несерьезный возраст, когда абсолютно нельзя принимать никаких самостоятельных решений, что человек еще не умеет самостоятельно мыслить, принимать, опять же, какие-то решения. И я очень рада, что тогда, после просмотра этого фильма, родители серьезно отнеслись к моему желанию попасть в телевизор, как тогда я это формулировала. Пожалуйста. Я стараюсь за всех сил улыбаться, я уже не сосредоточился. Нет, нет, пожалуйста, не улыбайтесь. Правда, там может рассказ показаться очень таким забавным, но тогда для меня это было очень серьезным решением, и я подумала, что я действительно этого хочу. Ну, знаете, Поплавскую, я тоже опять же с ней беседовал, вот, и ее просто бесит вот упоминание об этой роли, потому что, ну, для большинства зрителей она ассоциируется именно с этим образом. А вы отдаете себе отчет, что, опять же, для большинства просто статистического телезрителей вы папина дочка, что вы сыграли десятки ролей, но вас в основном знают как папину дочку, как человек из сериала. Абсолютно отдаю себе в этом отчет. И вас это радует, огорчает или никак? Вы знаете, я отношусь к этому нейтрально, с юмором. Я понимаю, что в какой-то степени это может быть обидно, не скрою, но... Нет, наверное, я уже переросла в этот период, когда немножко обидно. Нет, это... Я же сознательно на это пошла, правильно? Меня никто не заставлял, и я знала, что такое возможно. Нет, ну, вы могли пойти сознательно, но не могли отдавать, может быть, себе отчет о том, какой будет резонанс, и о том, что вы будете ассоциироваться с определенным образом. Этот образ, кстати, вам близок личностно? Тот образ, который вы воплощаете в сериале на СТС? Ну, он уже близок. Не, мой персонаж, я очень симпатизируемый, Галина Сергеевна, я ее очень люблю. Но, конечно, мы с ней совершенно два разных человека, абсолютно. Ну, по многим вещам мы с ней расхожи. Но единственное, наверное, в чем мы с ней совпадаем, то в том, что мы очень-очень сильно, очень сильно любим своих близких. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.